Игра в России должна была начать новый этап в жизни Фокца и его команды. Поэтому странно было слышать и читать, что сборная Германии приехала в сильнейшем составе. Такового у немцев пока нет. Его предстоит определить. Вместе с Матеусом и Клинцманом в понедельник по Шереметьеву-1 гуляли менее известные Вебер Альц Кунц. Приезд трехкратных чемпионов мира пожелали освещать журналисты пяти телекомпаний. А в Шереметьево-2, куда в это же время пребывали российские легионеры, работала только группа НТВ. Итак, первое интервью после скандала. Нам надо играть в футбол, а поменьше заниматься всякими разговорствами, что то не то, что то не то. И людям надо чуть-чуть опускаться на землю, когда одним кажется, что уже слишком хорошие, другие кажется, наоборот, все слишком плохими. Надо, чтобы все где-то приходили к одному знаменателю. И с помощью тренера это, конечно, все делается. Думаю, что нужно забыть всю эту историю. Нужно будет решить эти все проблемы, о которых мы говорили. Начинать играть эти отборочные игры. Чтобы забыть обо всем. Есть поле, есть задача какая-то. И мы должны идти к ней. Это самое, я думаю, трудное сейчас будет. Как все ребята сойдутся. Ну, я думаю, тут профессионал, даже если мы в жизни не будем разговаривать, мы на поле должны играть. И за это мы, как говорится, и получаем деньги. И за это мы играем. Можем не общаться в жизни, а должны играть на поле. Есть хороший креатив. Да, какие-то, может быть, сложности небольшие могут быть. Потому что, в общем-то, просто так это пройти не может, конечно. Небольшие, наверное, думают, что это все разрешимо. И опять же, это будет зависеть многое от тренера. Опять же, повторю, в которого мы верим и которого мы очень хорошо знаем. В это же время, в Новогорске, Олег Романцев закончил вечернюю тренировку. Кроме Шаримова и Соленко, на ней отсутствовали Колыванов, Карпин, Кульков и Радченко. Заболел Харин, и сил у него хватило только, чтобы дойти до столовой. Так сказать, рецепт успеха. Бок о бок игроки первой сборной и олимпийцы. Так заканчивался день. Сидели спокойно, ели, блин. Следующее утро сборная Германии провела в отеле Балчук-Кемпинске, вместо того, чтобы ехать на тренировку. Тренер немца Фокц решил, что после состоявшейся накануне двусторонней игры, футболистам надо отдохнуть. Только второй вратарь Канн поехал на стадион Торпедо вместе со своим учителем, Зеппом Майером. Я не привык к тому, чтобы мои ворота атаковал Сергей Киряков. Мы играли с ним в одной команде целый сезон. Мы должны присмотреть за этим парнем. Прочие тренировались вечером. Впрочем, это скорее была разминка. Именно по ее итогам был определен состав на игру. Я очень хорошо знаю русского вратаря Черчесова. Это сильный, если не сказать великий футболист. В том, что дрезденская «Динамо» удержалась в Бундеслиге, только его заслуга. Берти Фокц провел пресс-конференцию, где сказал, что на поле появятся Баслер, Альц и Вебер. Дюрген Коллер объявил о воцарении мира в команде. Подобная цель была и у пресс-конференции Олега Романцева, которая в это же время проходила в Новогорске. Если для немцев приглашение журналистов перед игрой в порядке вещей, то россияне пошли на это впервые. Вместе с тренером в зале присутствовали и футболисты в традиционном одеянии – золото и немного рибока. В команде России мир, и обстановка самая рабочая. После пресс-конференции футболисты подтвердили это журналистам из всех мыслимых изданий. Тем не менее, существовали весьма важные проблемы, влияющие на качество игры. Игорь Шалимов вышел на Лужниковский газон, пропустив первый матч чемпионата Италии. Василий Кульков лишь за день до приезда в Москву избавился от нервотрепки, связанной с переходом из Бенфики в Порту. Не принял участия в игре травмированный Олег Соленко. В таких матчах, когда футболисты встречаются после длительного перерыва, начало всегда затрачивается на восстановление игровых связей. Неловкость Шалимова в центре поля, и с мячом оказывается Клинсман. Одно касание, и в прорыв брошен ультразвуковой Кунц. Тот убегает от Никифорова, и гол становится явью. Количество ошибок нашего свободного защитника просто поражает воображение. Никифоров пытается реабилитироваться. У штрафной Андреаса Кепки наших встречает массированная оборона, и здесь есть возможность показаться во всей красе. Цимбаларь и Колыван. Но на веске Рякова мог бы ответиться только невысокий Цимбаларь. В центре поля заработала пара Пятницкий и Шалимов. Именно Игорь наносит самый опасный удар поворотам немцев в первом тайме. А вот пас на 60 метров выдает Цимбаларь, и Колыванов демонстрирует уже свои скоростные качества. Борьба в штрафной с Альцем заканчивается по деньгам. Все в пределах правил. Тем временем немцы не упускают ошибок нашей обороны. Провал Кулькова. И Кунц прощает сборную России. Это связано не только с обороной. Было ряд ошибок. В середине поля потеряли мяч. И поэтому были отсюда моменты сосузданные у наших ворот. Тут нельзя обвинять защитников или конкретно кого-то. После перерыва на поле вышли Карпин, Татрадзе и Радченко. Существенных изменений это не принесло, разве что сил добавило. Тонко комбинирует Пятницкий и Кирейков. Вы видите. Пас на Радченко. И Цымбаларь прорывается к воротам. Повтор убеждает. Капитан немцев Лотер Матеус грубо нарушил правила. Но судья поляк Вернер промолчал. В наших тылах продолжается цирк. Хёстлер одним пасом спарывает оборону, но Черчесов на четвереньках бегает еще быстрее Кунца. Наши стягивают силы на правом фланге. Смещается в центр Карпин. И от его смелости просто столбенеют Хелмер и Альц. Вот рейд нашего полузащитника. В свободный слева коридор вторгается Цымбаларь. Но ему вновь не везет. Тренер немцев Берти Фокц остался доволен игрой. Убедительно выглядело новое сочетание в центре поля. Особенно после выхода Андреаса Мюллера. Защитник Ральф Вебер стоял стеной на левом краю обороны. Не подвел Андреас кепки. Счет 1-0 стал справедливым итогом. В равной игре победил опыт. Первый этап и главная цель сегодняшнего сбора и игры была именно такая. Ознакомиться с тем, чем располагает Россия. И мне более или менее ясно, кто есть кто сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин